Ветаю по ноге, хочу вам представить Андрея Баламко, который будет мне помогать заниматься конверсией электро Passat, вернее просто Passat, Volkswagen Passat B4, в электро вариант. Андрей, он не только мастер золотые руки, но еще и гигантчик на sidecar cross, мотоциклы с колясками. В общем, смотрите в процессе, я вам постараюсь освещать все моменты, которые будут возникать в процессе работы над машиной, ну и получите наслаждение. Буду, скорее всего, опубликовать небольшими кусками, то есть 10-15 минут по делу, потом, возможно, будут куски, которые ничего не значат. То есть, все важное будет в начале, в конце можете смотреть, можете перемотать, можете скидывать на ваше усмотрение. Ну все, смотрим. Почему Volkswagen Passat? Ну, виноват в этом, конечно же, Олег Граф, потому что он мне его подогнал. Сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Потом я немножко поездил на этой машине и понял, что это машина с душой, с такой ядреной немецкой работящей душой. Во-первых, сделано все по уму, достаточно удобно. Машина, причем, достаточно старая, в том плане, что на те годы это была продвинутая конфигурация. Есть и кондиционер, есть и подогрев сидушек, есть куча регулировок на этих сиденьях, есть подушки безопасности. То есть, практически все есть. АБС есть. В то же время машина относительно простая. Нет центрального компьютера. То есть, фактически, будет относительно несложно сделать эти все системы работоспособными. Не нужно заморачиваться с тем, чтобы по коншине управлять этими устройствами, чтобы они работали. Да, конечно, задачи будут стоять, но они будут относительно простыми. Собственно, вот поэтому и просто. Плюс места достаточно много. Как в салоне. Когда ты находишься на заднем сиденье, то есть, там комфортнее ездить, чем на переднем. Место для ног, уйма. Можно расположиться с комфортом. Плюс багажник сумасшедший. По объему. Ну и, вы сейчас увидите, что там, я покажу, как багажник устроен. Сколько там можно места добиться, получить в нем. Можно разместить достаточно много аккумуляторов. Вот поэтому фасад. Вот этот маленький моторчик, который там стоял. С коробкой автомат. Коробку автомат мы оставлять не будем. Будем ставить механику. Для того, чтобы можно было лучше варьировать передаточное число в процессе езды. Подобрать его. Да и коробка автомат все-таки КПД у нее чуть похуже, чем у коробки механики. А вот так это все выглядит уже сейчас. Освободилась куча места под капутом. Двигатель уже срочен с коробкой. Будем использовать штатные подушки крепления. Здесь одна. Вот там. Под вакуумным насосом вторая. И третья. Придется делать какой-то переходничок. Вот она. Это то, как выглядит сейчас под капотом. Двигатель асинхронник с медным ротором. Подогнал мне его Игорь Корхов. Многие, наверное, с ним знакомы. Очно-заочно. Фанат электропривода на Славянке. Про Славянку можете погуглить. Много чего написано. Рассказано. В данном случае Славянка плюс медный ротор. 112 габарит. Вот пока что как выглядит багажник. В разобранном состоянии. Здесь была запаска. Здесь разный инструмент. Вот. Вот здесь фактически под всем находился бензобак. Все это планируем убрать полностью. И сделать одну огромную нишу. В которой будут размещены и аккумуляторы. И должно остаться место под багаж. Вернее под всякие запчасти, которые раньше возились в этой нише. Места должно быть достаточно много. По высоте, если прикинуть. Вот от этой точки до точки. Сейчас мы поднимем машину. Не поднимем. Не поднимем, но я попробую заглянуть. Собственно получается около 40 сантиметров. 35-40 сантиметров. То есть глубина вот этой ниши должна получиться. Вот так выглядит снизу. То есть нишу будем стараться делать вровень с остальным полом. Тот, который... С базовыми точками. Да, с низними базовыми точками. То есть клиренс не уменьшится. Но багажник получится знатный. Вот уже начали отбивать багажник. Почему начал зубилом отбивать? Технологически. Да, так должно быть технологически правильно. Можно резать, можно... Каждый по-своему делает, но дойдет очередь и до болгарки. Ну ладно. Так мы еще выявляем новые места в автомобиле, которые устраним. А вот агрегат, на котором Андрей берет первые места. Разные. Ну да, ну по крайней мере стремится к взятию первых мест. Чтобы вы понимали, за вот этой бешеной ручкой стоит девушка Андрея. Ну, наверное, это единственный экипаж, которых двухполый. Ага, то есть, а так вот в основном пацаны ездят. Вот в этом экипаже ездит еще и девушка. Кому интересно, можете погуглить сайт... Ну, сайт Carcross. Либо гонки на мотоциклах с колясками. То есть, там есть на что посмотреть. И да, если кто хочет разместить рекламу на мотоцикле, да, где еще? На мотоцикле, автобусе, палатке. Да, то есть, стать спонсором на... На чемпионатах Украины. Мы снова чемпионат мира. Заяваемся. На участие. То есть, обращайтесь... В комментах пишите. Можете писать напрямую мне, а я уже сведу вас с этой командой. И... Поможете команде взять первое место. Покажете себя. Людей там достаточно много приходит. И интересных. А вот москвич, над которым сейчас Андрей работает. Можете заценить. Пыль, это не страшно, но... То есть, все детальки, многие болтики оригинальные. Все. Практически все, как говорит Андрей. Кто скажет, что... Это не новье. Понятно, что эта работа не из дешевых. И вряд ли есть смысл настолько сильно заморачиваться для серийных машин. То есть, а для ретро техники... Очень даже есть смысл. Еще и руль, наверное, оригинальный, да? Только, правда, оплетка. Руль будет новый. Тоже, ну, и старый. Только в идеальном состоянии он уже есть. Ага. Ну, все. Никак. Хорошо. Продолжение следует...